Чтение слов всемогущего Бога Разоблачение антихристов Пункт 9. Они выполняют свой долг только чтобы отличиться и в угоду своим интересам и амбициям. Они никогда не принимают в расчет интересы Божьего Дома и даже придают эти интересы в обмен на личную славу. Часть 5. 2. Интересы антихристов В интриге ради собственной выгоды Сегодня мы продолжим нашу беседу о девятом пункте различных проявлений антихристов и о подпункте, связанном с интересами антихристов. В прошлый раз я побеседовал о третьем пункте, касающемся интересов антихристов, а именно о выгоде. В этом пункте я перечислил конкретные проявления нескольких аспектов. В основном я рассмотрел поведение, мысли и взгляды антихристов, а также различные поступки, которые они совершают под контролем этих мыслей и взглядов. В прошлый раз я побеседовал о двух аспектах. Первый – это присвоение имущества Божьего дома, а второй – эксплуатация братьев и сестер для труда на службе антихриста. Это два конкретных проявления того, как антихристы плетут интриги ради собственной выгоды. Теперь, когда я о них побеседовал, есть ли у вас понимание природы сущности антихристов? На самом деле, с точки зрения различных проявлений антихристов, между развращенными людьми нет большой разницы ни по характеру, ни по природе сущности. Между ними больше сходств, чем отличий. Разница между ними только в том, хорошая у них человечность или плохая, а заметная разница лишь в отношении к истине. Хоть у всех людей и одинаковый развращенный характер, антихристы способны ненавидеть истину, противиться Богу, судить и хулить Его, а также творить зло и мешать работе Церкви. Именно в этих сферах антихристы и обычные развращенные люди заметно отличаются друг от друга. У каждого есть характер антихриста, но если человек не творил зла, не мешал работе Церкви и не выступал против Бога напрямую, то ему нельзя дать определение «антихрист». Хоть у всех развращенных людей одинаковые или похожие мысли, взгляды и развращенный характер, но если чья-то человечность-сущность не такая, как у злых людей, это заметно отличает такого человека от антихристов. Большинство людей не видят этого отличия. Они сваливают в одну кучу людей с характером антихриста и людей, идущих по пути антихриста, и дают им всем определение антихристы. Так можно легко навредить хорошим людям. Если вы не особо понимаете сущность антихристов, это сильно мешает вам понять и самих себя. Если ты увидишь, что твой развращенный характер такой же, как у антихристов, то сочтешь себя антихристом. А если увидишь, что идешь по тому же пути, что и антихристы, то тоже сочтешь себя антихристом. Если ты увидишь, что твой образ действий, твои мысли и взгляды такие же, как у антихристов, то также будешь определять себя как Антихриста. Если ты увидишь в себе Антихриста по этим трём признакам, то дашь себе определение «Антихрист». К каким последствиям это приведёт? Ты, конечно, в определённой степени впадёшь в негативное настроение и махнёшь на себя рукой. Такое самопонимание несколько искажено. Так что же выходит, постигать свой Антихристов характер не нужно? Нет, конечно, это необходимо. Мы беседуем о характере Антихристов и разбираем его, чтобы вы научились проводить параллели с собой и достигли истинного понимания себя. Если ты лишь понимаешь, что обладаешь заурядным, развращённым характером, но не осознаёшь, что у тебя характер Антихриста, то твоё понимание себя очень поверхностно и однобоко. Оно должно быть не таким. Возможно, пока что вы этого не осознаёте. Большинство людей думают, «Я не иду путём Антихриста. Я не Антихрист, и у меня нет Антихристовой сущности, поэтому мне нет нужды приходить к пониманию того, что я обладаю характером Антихриста, способен пойти путём Антихриста и могу стать Антихристом. «Если бы я так себя понимал, разве я бы себя не принижал?» Вот вы не очень-то и интересуетесь этими темами о разоблачении Антихристов. Но неважно, интересуешься ты ими или нет, если ты стремишься к истине, то в конце концов наступит день, когда ты начнёшь постепенно понимать эти аспекты истины и эти изречения. Я слышал, как некоторые беседуют о своём опыте и понимании, но ни словечко не говорят о том, что они обладают характером Антихриста или идут по пути Антихриста. Очевидно, что их мысли, взгляды и характер точно такие же, как у Антихристов, они идентичны. Но те люди этого не понимают. Это достаточное доказательство того, что многие понимают себя очень поверхностно. Они способны понять лишь то, что имеют развращённый характер, противятся Богу и восстают против Него, что их человечность не особо хороша и они не очень любят истину. На самом же деле, то, что они проявляют и раскрывают, это характер Антихриста, и путь, по которому они идут, это путь Антихриста, но они этого не понимают. Почему они этого не понимают? Потому что не понимают различных проявлений, связанных с Антихристовым характером, а многие даже боятся сказать, что обладают характером Антихриста или идут по пути Антихриста. Даже если они это понимают, то не смеют об этом сказать. Ведь если они скажут об этом вслух, это будет ощущаться, как проклятие или осуждение. Но разве ситуация на самом деле не останется ровно такой же, независимо от того, скажешь ли ты о ней вслух или нет? Разве так можно изменить тот факт, что у тебя характер Антихриста? Нет. Тот факт, что ты этого не осознаёшь, доказывает, что твое понимание истины слишком поверхностно, и ты не постиг себя по-настоящему. Третье. Использование своего положения с целью мошеннического получения еды, питья и других желанных вещей. Далее мы побеседуем о третьем проявлении того, как антихристы плетут интриги ради собственной выгоды, а именно о том, как они используют свое положение с целью мошеннического получения еды, питья и других желанных вещей. Разумеется, использование своего положения можно назвать и мошенническим получением еды, питья и других желанных вещей под прикрытием веры в Бога. Вы когда-нибудь пробовали поразмыслить над этим вопросом и обдумать его? Нет. Вы когда-нибудь видели таких людей? Есть ли у вас какое-либо мнение на их счёт? Испытываете ли вы какие-то чувства отвращения или годливости? Ощущаете ли презрение к подобным людям? Что это за люди? Какова их человечность? Почему они так поступают? Какова их точка зрения на веру в Бога? Спасает ли Бог подобных людей? Какова в конечном счёте цель их веры в Бога? Они отреклись от семьи и карьеры, демонстрировали проявление того, что терпят тяготы и приносят жертвы. Но зачем они в конечном счёте используют своё положение с целью мошеннического получения еды и питья? Знают ли они, что когда они так поступают, Бог испытывает отвращение и недовольство? Вы когда-нибудь задумывались над этими вопросами? По правде говоря, большинство из вас этого не делало. А почему? Кто-то скажет, в обществе уж очень много подобных людей, так что если в Божьем доме тоже найдётся несколько таких, тут нет ничего страшного. А главное, мы и сами не обязательно так уж чисты. Ты считаешь, что стремишься к истине, но при этом никогда не берёшь собственные поступки, мысли и идеи, а также поступки и поведение других людей, и не проводишь связь между ними и истиной, рассматривая и определяя их с точки зрения истины. Так разве ты действительно стремишься к истине? Разве истины, к пониманию которых ты пришёл в своей вере в Бога, действительно имеют для тебя ценность и значение? Нет. Все те, кто изображает из себя духовных, при этом не имея духовного понимания, обладают фальшивой духовностью и заботятся лишь о том, чтобы все дни напролёт жёстко придерживаться норм или изрекать слова и доктрины, что сродни тому, как древние учёные полностью посвящали свою жизнь изучению книг мудрецов и не обращали внимания ни на что другое. Люди, изображающие из себя духовных, думают, что никакие чужие поступки не имеют к ним отношения, а то, как думают другие, их не касается и отказываются учиться различать людей, видеть суть вещей и понимать намерения Бога, исходя из Его слов. Большинство людей именно таковы. Дослушав проповедь или дочитав Божьи слова, они записывают их на бумаге, хранят в сердце и относятся к ним как к доктринам или нормам, которые соблюдают для проформы и на этом точка. Но в душе они никогда не задумываются и не пытаются поразмыслить о том, как с этими истинами связано происходящее вокруг, или различные проявления и формы поведения, которые они замечают за окружающими. Они также не молятся и не ищут. Духовная жизнь большинства людей находится именно в таком состоянии. Поэтому многие входят в истину медленно и поверхностно. Их духовная жизнь крайне однообразна. Они просто следуют нормам и за их образом действий не стоит никаких принципов. Можно сказать, что в случае многих людей их духовная жизнь оторвана от реальной жизни и пуста. Поэтому даже когда речь идет о вопиющем поведении и проявлениях злых людей и антихристов, у таких людей нет об этом абсолютно никакого понятия, не говоря уж об определениях, как нет и никаких идей, и они не проявляют никакой проницательности. Что касается поведения, проявлений и изречений антихристов, плетущих интриги ради собственной выгоды, то вы, возможно, уже насмотрелись на подобное, но в душе никогда не пытались поразмыслить над тем, что это за люди, могут ли они обрести истину в своей вере в Бога и стремятся ли к истине, и не задавались другими подобными вопросами. Напротив, вы целыми днями бездельничаете, все делаете чисто формально и не ищете возможности обрести истину или понять истину-реальность и войти в нее. Антихристы используют свое положение, чтобы плести интриги ради собственной выгоды, а веру в Бога как предлог для мошеннического получения всевозможных желанных вещей в Божьем доме. Само собой, к этим желанным вещам относятся еда и питье, а также определенные материальные удовольствия и тому подобное. Сущность подобных людей такая же, как и материалистическая сущность антихристов, о которой мы говорили ранее. Эти моральные качества свойственны одному и тому же типу людей. Такие люди ищут лишь наслаждения от всяческих материальных благ. Они не стремятся к истине и тем более не готовят добрых дел. Они лишь изображают, что стремятся к истине и с виду как будто бы так и делают. Но в глубине души они, по сути, стремятся к плотским удовольствиям, еде, питью и хорошему обращению и постоянно о них думают. Людей такого типа немало. В каждой церкви, скорее всего, найдется один-два таких, а то и больше. Сегодня я не буду говорить о проявлениях поведения и сущности этих людей в теоретическом смысле. Сначала я расскажу о нескольких конкретных показательных случаях, чтобы все вы послушали, что-то из этого поняли и увидели, какое отношение подобные люди имеют к предмету нашей беседы, используют ли они свое положение и прикрываются ли верой в Бога с целью мошеннического получения еды, питья, денег и материальных вещей. Попытайтесь различить такой тип людей, а затем подумайте, свойственны ли эти обсуждаемые проявления людям, с которыми вы общаетесь. Если вам на ум придет кто-то конкретный, можете также привести несколько примеров. Скажите мне, что лучше, приводить примеры или вот так просто беседовать в общих чертах? Лучше приводить примеры. В чем плюсы примеров? Во-первых, большинство людей охотно слушают эти истории и реальные случаи из жизни. В них есть персонажи и сюжет, а большинству людей это интересно. Тут точно так же, как с рассказами о твоем личном опыте. Если ты напишешь о нем статью, люди обычно прочитают ее разок-другой, и дело с концом, но если ты снимешь о нем фильм или поставишь спектакль, его посмотрит больше людей, да еще и не один раз. Так люди тщательнее и отчетливее рассмотрят этот аспект истины или соответствующих людей дела и вещи, и это произведет на них более глубокое впечатление. Кроме того, конкретные примеры помогают людям точнее проводить сравнение и устанавливать связи между собой и каждым аспектом истины. Случай первый. Имитация работы с целью выпросить себе еду и питье. Сначала приведем несколько примеров вещей, распространенных среди Божьих избранных. Иные лидеры и работники прибывают на новое место работы, где встречают разных братьев и сестер, примечают какие-то хорошие вещи и думают «это хорошие вещи, почему бы мне их не забрать? Разве у них не возникает неподобающих мыслей?» Их жадность дает о себе знать. А едва жадность дает о себе знать, эти низкие бесстыдные ничтожества уже не делают ни шагу дальше и принимаются искать любые поводы остаться работать в этом месте. Зачем они остаются? Чтобы однажды воспользоваться ситуацией. Верно, они хотят воспользоваться ситуацией. Если они не сумеют воспользоваться этой ситуацией, то не смогут спокойно спать по ночам. Они беспокоятся, что если они уедут, то ситуацией воспользуется кто-то другой, а им больше не представится такого шанса. Поэтому находят повод остаться проповедовать и работать именно там. На самом деле в душе они всегда думают об этих желанных вещах и постоянно устремляют на них свои взоры. В итоге они обосновываются в том месте и большинство братьев и сестер любят их, знают, что они проповедники, поклоняются им и равняются на них. И вот теперь-то этим лидерам и работникам самое время упомянуть, что им чего-то хочется, и они придумывают всевозможные способы затронуть эту тему, но чем больше они говорят, тем больше волнуются. Про себя они размышляют. Как бы мне попросить об этой вещи? Нельзя дать братьям и сестрам понять, что она мне нравится и я хочу ее заполучить. Надо сделать так, чтобы они сами мне ее отдали. Нельзя создать у них впечатление, что я ее выпрашиваю. Нужно, чтобы они думали, что отдают ее по доброй воле и само собой, что я заслуживаю этой вещи. Затем такой человек спрашивает братьев и сестер, как ваша жизнь вхождения в последнее время? Те отвечают, с тех пор, как ты сюда приехал, наша церковная жизнь улучшилась. И все воодушевились. Раз вы воодушевились, значит, состояние вашего духа улучшилось. Дела у вас тоже идут хорошо. В дальнейшем они с Божьей помощью пойдут еще лучше. По ходу общения такой лидер или работник подводит разговор к желаемому. Догадавшись, чего он хочет, братья и сестры говорят, мол, пусть этот лидер или работник возьмет с собой сколько-то, когда будет уезжать. Тот отвечает, нет, ни в коем случае. Это не соответствует принципам. Бог будет недоволен. Да не страшно, ты ведь этого заслуживаешь. Даже если и заслуживаю, мне все равно нельзя ничего брать. После таких своих слов он начинает беспокоиться, что братья и сестры и в самом деле не дадут ему того, чего он хочет, и принимается говорить обиняками, чтобы братья и сестры принялись благодарить его за доброту, и в то же время специально упоминает о желаемом, чтобы братья и сестры не забыли ему это дать. Тогда до братьев и сестер доходит, на что намекает этот лидер или работник. И они говорят, давай сейчас не будем говорить об этом, вот когда будешь уезжать, тогда и поговорим. Услышав такое от братьев и сестер, в душе этот лидер или работник ликует и думает, отлично, наконец-то я заполучу то, что хочу. А затем задумывается, если я уеду прямо завтра, людям будет слишком очевидно, что я хочу эту вещь. Уеду-ка я лучше дня через два-три. Когда наконец наступает третий день, братья и сестры вручают уезжающему очень тяжелый пакет. Лидер или работник видит, что в пакете именно то, чего он хотел, но делает вид, что ничего не заметил и не отказывается. Он просто берет пакет, ни слова не говоря. Что за люди так делают? Люди, которые используют свою работу как средство достижения собственных целей, а свой труд как валюту в интригах с целью заполучить желаемое. Люди, вымогающие у братьев и сестер те или иные вещи. Разве это не один из видов мошенничества? Какова цель их работы? Выманить желаемое у других. Едва обнаружив место, где есть что-то желанное, чего хочется таким людям, они уже не делают ни шагу дальше и не хотят уходить. Все хорошие вещи они тащат к себе в дом. Когда такой человек несколько лет побыл лидером или работником, оказывается, что многие вещи у него дома выманены у братьев и сестер. Кто-то выманил у братьев и сестер секретные семейные рецепты или реликвии, а кто-то местные деликатесы. С виду по вере этих людей в Бога, кажется, будто они ездят туда-сюда и работают, не прося ничего взамен, но на самом деле они выманили у братьев и сестер очень много желанных вещей. Приехав в определенную церковь, некий лидер видит, что китайские финики, растущие в этой местности, славятся на всю страну и думает, обожаю эти ягоды. Если бы я здесь родился, то ел бы их целыми днями, но, увы, сейчас они еще не созрели, а я не могу остаться здесь надолго. Когда же я смогу их поесть? О, знаю, можно найти причину остаться, пока местные финики не созреют, и тогда я смогу их поесть, верно? Затем он сочиняет отговорку, что, мол, у большинства местных братьев и сестер плохое состояние, а их работа не приносит никаких результатов, так что ему непременно нужно надолго здесь остаться и всячески постараться, чтобы до его отъезда работа над всеми задачами пошла как надо. Но об этом ли он на самом деле думает в душе. В душе он высчитывает «Вот когда китайские финики созреют и я смогу взять их с собой, тогда я и уеду». Его сердце полнится этой мыслью, она не дает ему сделать ни шагу прочь, и он останавливается в том месте. За время своего пребывания там он проповедует какие-то слова и доктрины, делает что-то поверхностное, но особых успехов в работе не достигает. Однако тут китайские финики наконец созревают, и его сердце полнится счастьем. «Наконец-то я их поем. Наконец-то настал тот день, о котором я так долго мечтал». Едва финики созревают, он начинает ими объедаться, заодно размышляя в душе. Если я буду здесь только тем и заниматься, что каждый день есть китайские финики, это будет нехорошо. Мне нельзя оставаться лишь ради фиников. Что, если братья и сестры заметят? Надо придумать, как бы убедить их дать мне фиников с собой. А если они не захотят, надо постараться как следует и уболтать их. Видя любовь этого лидера к китайским финикам, местные братья и сестры говорят, что дадут ему фиников с собой, когда он будет уезжать. Услышав это, он радуется, но вслух говорит, «Я не могу их взять». Это не соответствует принципам. Верующим нельзя такого жаждать. «Если бы я согласился, то разве не вышло бы, что я использую вас в своих интересах? Я не могу взять эти финики бесплатно. Когда я буду уезжать, то заплачу вам». Но все то, что он говорит, это лишь слова. Вот он уже наелся фиников от души. Ему пора уезжать, но в душе он все равно непрестанно думает. «Может, они не дадут мне фиников или дадут какие-то плохие? Я хочу крупные, хорошие». До отъезда два дня, а он непрестанно зудит. Сезон фиников ведь уже по сути закончился, правда? когда 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 они созреют в следующем году? Этим он хочет напомнить братьям и сестрам, чтобы те не забыли дать ему фиников с собой. А все братья и сестры, услышав это, понимают. Похоже, нам кровь из носу нужно дать ему в дорогу фиников до хороших отборных, иначе он может устроить нам неприятности. Когда ему наконец пора уезжать, братья и сестры дают ему с собой три большие коробки. Он даже не может донести их в одиночку, поэтому зовет на помощь подчиненных. Перед самым отъездом он съедает фиников сколько может. Ему кажется, что оно того стоит, даже если от переедания ему станет плохо. Он боится, что после отъезда не сможет их снова поесть. Уезжает он все равно с неохотой, думая, в этот раз я полакомился от души, в следующем году снова приеду в это же время. Слишком рано приезжать не стоит, но и слишком поздно тоже нельзя. Надо приехать как раз тогда, когда финики созреют. Тогда я смогу и свежих поесть, и сушеных. А когда буду уезжать, то смогу взять фиников и с собой. Разве он не просчитывает этот вопрос до мелочей? В душе он только об этом и думает. Он вечно размышляет, как бы воспользоваться той или иной ситуацией, плетет интриги, чтобы заполучить желаемое, и выманивает у братьев и сестер то, что интересует лично его. Он не упустит ни одной желанной вещи, которую увидит. Если она бросится ему в глаза и запомнится ему, то в конце концов гарантированно попадет ему в руки, даже если это что-то ничем не примечательное. Разве это не поведение антихриста? Человечность и моральные качества подобных людей особо низки, не так ли? Независимо от того, насколько хорошо такие люди с виду могут терпеть тяготы и идти на жертвы, отрекаться от своей семьи и отказываться от карьеры, можно ли сказать, что они стремятся к истине? Ни в коем случае. Эти люди из тех, кто мошеннически получает еду и питье, прикрываясь верой в Бога. Некоторые люди ездят распространять Евангелие и работать в самые разные места, а когда возвращаются домой, то привозят из каждого такого места различные тамошние деликатесы, а то и вещи, полученные у братьев и сестер вымогательством. Если вещь бросится им в глаза, будь то дизайнерская одежда или электроника, они не пройдут мимо и попросят ее себе. Если ты ее не отдашь, они напридумывают всевозможных поводов тебя подрезать и при этом дадут тебе понять, почему тебя подрезают. Они не отступятся, пока ты в конце концов не отдашь им то, чего они хотят. Такие люди под прикрытием выполнения своего долга выманивают для себя всевозможные желанные вещи, неотступно пытаясь заполучить желаемое. Порой братья и сестры дают им какую-то мелочь, но эти люди решают, что она копеечная и говорят «Нет, спасибо, Бог обильно меня благословил, я ни в чем не нуждаюсь». Отказываясь от предлагаемого в таких выражениях, они обманом делают так, чтобы братья и сестры питали к ним расположение и были о них высокого мнения. Однако, если братья и сестры предложат подобному человеку что-то нужное, о чем он мечтает и постоянно думает, то при виде такой вещи он захочет ее присвоить и ни в коем случае не станет сдерживаться. Некоторые женщины присваивают из рук братьев и сестер косметику, хорошую одежду и обувь, а некоторые мужчины выманивают бытовую технику, мотоциклы или электронику. Они стараются завладеть каждой желанной вещью. Если на глаза такому человеку попадется добро братьев и сестер, что бы это ни было, он напридумывает всевозможных способов мошеннически завладеть им. Вдобавок такие люди еще и измышляют всевозможные предлоги и поводы собраться на совместный ужин, чтобы наесться и напиться от пуза. Как далеко они в этом заходят? Куда бы они ни пошли, они приглядываются, которая семья при деньгах и хорошо ли в ней едят, а затем останавливаются в этой семье и все никак не уезжают. Затем они придумывают всевозможные предлоги, чтобы устраивать собрания с ужинами для соработников. Какую же речь такой человек говорит в начале каждого такого ужина? Наше сегодняшнее собрание это собрание царства. Этот накрытый стол дает нам испробовать вкус пира в царстве. Его прихвостни спешат сказать «Аминь», благодарение Богу. Иные так называемые лидеры и работники объедаются едой и питьем куда бы ни пошли. Им нужно, чтобы и на завтрак, и на обед, и на ужин было что-то питательное, чтобы им обязательно подавали рыбу и мясо. Причем блюда должны меняться каждую неделю. Повторять их недопустимо. После ужина им непременно надо выпить хорошего чаю под предлогом, что, мол, «Я никак не могу без чая. У меня каждый день такие большие нагрузки, мне даже по ночам приходится работать. Если я не выпью немного чаю, чтобы взбодриться, то не смогу работать ночью». Вслух они говорят именно так, но о чем они думают в душе? Мне было нелегко добиться моего нынешнего положения, так почему бы мне им не воспользоваться? Я ведь мечтал немного пожить в свое удовольствие, так отчего бы мне сейчас не изловчиться и не порадовать себя чем-то хорошим? Если я не воспользуюсь своей властью сейчас, пока она у меня есть, то потом у меня уже не будет такой возможности. Надо сейчас есть и пить, сколько влезет. Ведь кто знает, не лишусь ли я однажды этого положения и возможности наслаждаться такими вещами. Тогда я утрачу свой шанс, и разве вся моя жизнь не окажется напрасной? Подобные люди мошеннически получают еду и питье, прикрываясь своей работой. Они немного поработают, почитают проповеди о каких-то словах и доктринах, и уже хотят выманить у других что-то желаемое и поесть что-то хорошее. В одном месте работал такой человек, для которого местным братьям и сестрам приходилось каждый день забивать по курице. У него выработалась привычка съедать по одной курице каждый день. Какие чувства у вас вызывает услышанное? Омерзение Братья и сестры разводили кур ради яиц, а на мясо забивали только старую птицу. Но с тех пор, как туда приехал этот человек, им приходилось резать даже кур несушек, и в результате кур становилось все меньше и меньше. В конце концов у братьев и сестер лопнуло терпение. Позже того человека сняли с должности, и он вернулся домой, но от этого проблемного недостатка так и не избавился. Он заставлял жену каждый день резать ему по курице, а иначе он с ней ругался. Что это за человек такой? Он уже не мог обходиться без курятины. Он ел ее каждый день, на завтрак, обед и ужин. Даже когда его сняли с должности, ему все равно непременно надо было есть курятину, он стал от нее зависим. Разве у этого человека нет проблемы? Что скажете, такие люди хорошие? Словом, если человек под прикрытием веры в Бога использует возможности, возникающие в ходе выполнения своего долга, чтобы на каждом шагу вымогать у братьев и сестер их имущество и мошеннически получать еду и питье, то он точно нехороший человек. У него сущность антихриста. Куда бы он не отправился работать, какую бы работу не выполнял, в первую очередь он выбирает более-менее состоятельную семью, которая живет относительно комфортно, чтобы остановиться именно в ней. Зачем он подыскивает такое место? Чтобы хорошо питаться и жить в хорошем доме, чтобы удовлетворять плоть. Если такой человек не может остановиться в определенном месте из-за неблагоприятных условий, освободится ли он от своей жадности и подобных мыслей. Нет, он примется подыскивать для проживания другое место. Такое, как он хочет. В результате, после нескольких лет работы в других местах, этот человек будет выглядеть совершенно иначе. И когда он вернется домой, местные братья и сестры его не узнают. Лицо у него располнеет, живот округлится, он будет лучше одет, он станет придирчивее и будет важничать. Как будет проходить рост его жизни? Его жизнь вообще не вырастет. Он просто будет хорошо питаться и одеваться, растолстеет и отъестся настолько, что станет щекастым и пузатым. В таких ужасных условиях, как в материковом Китае, выполнять любой долг дело нервное и выматывающее. Хоть иногда братья и сестры и хорошо едят и останавливаются в обеспеченных семьях, но растолстеть тут все равно не выйдет. Так что же это за люди такие? Те, кто способен наесть себе щеки и пузо? Это люди, которые постоянно думают, чтобы съесть и выпить, чем бы полакомиться на завтрак, обед и ужин. Если такой человек не поест как следует, он уже не в настроении не работать, не выполнять свой долг. Если он не поест от души, то у него и разум не спокоен. Я сегодня так плохо поел. Мяса не было ни кусочка, а после еды мне и чаю не предложили. Так что я буду вас игнорировать. Когда вы заведете беседу о церковной работе, я промолчу. Уж я поквит 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 кто сказал, что вам можно плохо меня кормить? Мне приходится есть такое, а вы еще хотите, чтобы я с вами беседовал? Не дождетесь. Вот что такие люди думают про себя, но вслух этого сказать не могут. Они просто говорят, «Вчера я засиделся за работой до поздней ночи, так что сегодня днем мне придется вздремнуть». Разве такой человек не самый настоящий мошенник? Он спит до четырех-пяти часов дня, его ждет много людей, однако вставать он не желает. Но вдруг он чувствует запах яблок, и тут уж он вскакивает с постели, боясь, что ему не достанется. Вот так он и работает, вот так он и выполняет свой долг. Куда бы ни подались эти люди, как бы они не ели и не пили Божьи слова, как бы не слушали проповеди, они не изменят своих намерений и целей, не освободятся от своих амбиций и желаний. Цель их устремлений в этой жизни – все материальное. Цели их веры в Бога в этой жизни хорошо питаться, хорошо одеваться и наслаждаться хорошим обращением. Они думают, что если благодаря вере в Бога в этой жизни смогут постоянно хорошо питаться, хорошо одеваться и жить в хороших домах, а также пользоваться поддержкой братьев и сестер, если они смогут мошеннически все это заполучить, то в жизни им этого будет довольно. Горбатясь на обычной работе, в этом мире особо не разбогатеешь, да и в бизнесе тоже зарабатывать нелегко, и если бы такой человек занимался чем-то подобным, то не смог бы наслаждаться этими вещами. И вот, поразмыслив, он таки решает, что лучше все же верить в Бога, ведь для этого не нужно особо стараться. От него требуется лишь сказать несколько слов, похлопотать чуток и взять на себя небольшой риск, и тогда он будет хорошо питаться и одеваться. Он даже сможет заставить многих людей прислуживать ему, а сам будет наслаждаться вип-обращением. Такие люди считают, что подобная жизнь прекрасна и что они обильно благословлены за веру в Бога. Поэтому они часто говорят перед братьями и сестрами неискренние вещи вроде «Бог слишком богато и обильно нас одарил свыше любых человеческих просьб и желаний». Эти слова верны, но совершенно не вяжутся с личными устремлениями, моральными качествами, мыслями, намерениями и целями такого человека. Все, что он говорит для того, чтобы обмануть людей. То, как он с виду полностью посвящает себя Богу и постоянно пребывает в разъездах, выполняя Божью работу, тоже делается исключительно для того, чтобы обмануть людей. Расчеты, намерения и жадность в душе этого человека – вот единственное, что в нем правдивого. Таковы моральные качества подобных людей. Что бы они ни делали, куда бы ни подались, в душе для них нет ничего важнее этих материальных удовольствий, и такие люди никогда не освободятся от них и не забудут о них. Как эти намерения и цели? И неважно, есть ли у них статус или нет, их намерения в любом случае не изменятся. Редактор субтитров